Спасибо, Лиза. Меня ведь слышно хорошо, да? Всем привет, меня зовут Катя Глуховская, я аналитик в DodoEase и на данный момент занимаюсь нагрузочным тестированием. Но поговорить сегодня я хотела бы немного не об этом. Я хочу рассказать вам про школу аналитиков, которую мы запустили примерно полгода назад. Для начала давайте разберемся, что же из себя представляет Dodo Аналитик. DodoEase. Сделаем это на примере всем вам хорошо известной фичи пиццы половинками. Для бизнеса пицца половинками выглядит довольно просто. В двух словах это иметь возможность заказать пиццу половинками в любом из источников, иметь возможность приготовить пиццу половинками, то есть трекер, касса доставки, экраны выдачи и все такое прочее. Ну и чтобы пицца половинками корректно отображалась в отчетах. Вот обычно таким разбиением и проработкой задач, так чтобы система работала с пицц половинками так же хорошо, как и с другими нашими продуктами и занимается аналитик в DodoEase. И вот тут средний обыватель спросит меня, что-то такого сложного. Ты знаешь систему, ты знаешь, как новая фича должна работать в этой системе, ты умеешь печатать. Садись и расписывай. Чему тут можно обучать? Зачем это вообще все надо? Но фишка в том, что мы все больше стали сталкиваться с целым рядом проблем в работе аналитиков. Для начала внезапно аналитики не только пишут задачи, они еще разбирают саппорт, они исследуют баги. Порой они занимаются продуктовыми исследованиями. И вот список этих активностей у каждого аналитика в каждой конкретной команде сильно может разниться. Отсюда и разный уровень владения какими-то навыками, как техническими, так и бизнесовыми, и какими-то инструментами для работы. Кроме того, когда у нас с системой случаются какие-то проблемы, там курьеры не отправляются, заказы на кассе, доставки на кассе ресторана не создаются, на эти проблемы обычно реагируют разработчики. Но разработчикам бывает сложно понять, как какая-то конкретная проблема влияет на реальный бизнес и конечных клиентов. В этом мы им с успехом могли бы помочь аналитики. Кстати говоря, такой симбиоз позволяет гораздо быстрее устранить внешние проявления проблемы, даже если сама проблема еще присутствует. Ну и наконец, все чаще аналитикам стало сложно самостоятельно находить причины каких-то багов или почему система работает именно так, а не иначе. И они стали приходить за помощью к разработчикам, тем самым отвлекая разработчиков. Разработчики теряли фокус и менее эффективно работали над своими задачами. Осознав все эти проблемы, мы поняли, что решить их нам поможет школа аналитиков. И мы пошли составлять план. Для начала мы проработали программу, в которую собрали все, чему мы хотим обучать аналитиков. Мы решили, что у нас будет много разных спикеров. Мы продумали домашку для каждого занятия. У этой домашки было одно очень важное условие. Выполнять домашнюю работу значит сделать свою обычную работу с использованием знаний, полученных во время занятия. Ну и наконец, мы придумали диплом, который представлял из себя дэшборд со всеми основными метриками. И вот чтобы создать этот дэшборд, нужны были знания, полученные во время обучения. Чему же мы и обучали аналитиков. Для начала мы учили их пользоваться инструментами для работы с логами. Мы также учили их пользоваться системой контроля версий. Я не буду вдаваться в подробности, что это такое. Скажу лишь, что вот этот навык помогал аналитикам делать какие-то мелкие изменения, например, переводы, изменения каких-то текстов в интерфейсах, гораздо быстрее без участия разработчиков, благодаря чему такие изменения быстрее попадали в релиз. Конечно же, мы учили их работать с базами данных, мы учили их читать и создавать свои дэшборды в облаке. И не будем обходить стороной бизнесовую часть нашего курса. Мы провели несколько занятий по кастомер-девелопменту. Нам удалось защитить определенных результатов. Во-первых, только пятеро самых отважных и настойчивых из тридцати одного кандидата, начавших обучение, все-таки закончили школу, смогли дойти до конца и выполнили свои дипломы. Но даже те, кто не дошел до конца и отвалился в середине, получили какие-то знания о технических и бизнесовых навыках и теперь могут использовать их в своей работе, повышая свою эффективность. Кроме того, благодаря тому, что мы использовали реальные кейсы на занятиях и в домашних работах, нам удалось решить целый ряд проблем, которые давно беспокоят партнеров и клиентов. Ну и вот очень необычный результат, на мой взгляд. Именно благодаря школе аналитиков появилась вот эта схема нашей архитектуры, которую вы в последнее время очень часто видите на ежедельных встречах. Наш архитектор Андрей Моревский создавал эту схему именно для своего занятия в школе аналитиков. Ну и самый главный результат, которого нам удалось достичь, это появление пяти аналитических дэшбордов. Эти дэшборды содержат как бизнесовые метрики, например, средняя скорость доставки или выручка приложения за день, так и технические метрики, которые позволяют следить за здоровьем той или иной части системы, над которой конкретно аналитик работает. И такие дэшборды помогают им не только видеть существующие на данный момент проблемы в системе, но и понимать, как они аффектят реальный бизнес. Ну и, конечно, нам по итогам школы мы сделали определенные выводы и получили некоторые инсайты. Во-первых, интерактивные занятия, в которых мы разбираем реальные кейсы из жизни наших учеников, помогают вовлечь их в происходящее и сделать занятие более эффективным. Разнообразие спикеров помогает разгрузить и самих спикеров, и улучшить атмосферу в школе. Ну и вот лично мне кажется, что такие школы внутренние могут стать хорошим инструментом для шаринга знаний, необходимых именно внутри компании, таких специфических знаний, даже если их за пределами компании никто нигде не использует. Ну, конечно, не все было так хорошо. Например, программа школы была перенасыщена, в ней было слишком много воды, у нее получился крен в сторону технических навыков по сравнению с бизнесовыми, спикеров все равно не хватало, и основные спикеры были... у них случалось перегорание, и им не хватало времени для работы над основными проектами. Мы порой слишком закапывались, какие-то детали ненужные, из-за чего занятие происходило в ключе, далеком от изначальной цели школы. А вот самый важный для меня инсайт, который просто поразил меня до глубины души, это что учить надо не только каким-то техническим бизнесовым навыкам, но и личностным каким-то, например, трэблшутинг, поиск корневых причин и подобные навыки. Мне почему-то казалось, что такие умения, они должны быть частью профессии, что это вот прям стандартные навыки, которые есть у всех аналитиков. Я ожидала, что все наши аналитики владеют именно очень хорошим уровнем, но казалось, что это не так, и этому тоже надо учить и включать это в программу, что мы и сделаем в следующий раз. Ну и давайте поздравим наших выпускников. Это те самые люди, которые проявили недюжинную настойчивость, потратили очень много сил, чтобы дойти до конца, закончить школу, собрать свой собственный дашборд. Они большие молодцы и заслуживают гордого звания выпускников. Ну, на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Передаю слово Ярославу. Спасибо. Спасибо. Спасибо.